Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня я собираюсь приготовить буррито. Это блюдо мексиканского происхождения, которое представляет из себя практически любую еду, завернутую в обычную пшеничную лепешку. При этом буррито могут съесть сразу после сворачивания. Их могут свернутые пожарить в масле на сковороде до зарумянивания лепешки. Их могут в конце концов смазать обильно острым красным соусом, посыпать сверху сыром и запечь в духовке. Так что в результате справиться с таким буррито можно только при помощи ножа и вилки. Более того, существуют разновидности буррито и вовсе без этой лепешки. Там на тарелку выкладывается слой риса, на который выкладывается начинка для буррито. И все. Короче, я буду сегодня готовить буррито для завтрака. Это название такое. Буррито для завтрака. Его особенность в том, что в начинку добавляются яйца в виде омлета. Поехали! Мясная часть начинки будет представлена индейкой. Она у меня нарезана достаточно мелкими кусочками, так что прожарится очень быстро. Масло разогреться. Лук нарезать мелко. Ну и чили перец тоже надо нарубить. И все это на сковороду, к мясу. Кусочки индейки такого размера приготовятся моментально, буквально за 5-7 минут. Пока разболтаю яйца. И немного посолить. Мексиканские блюда очень часто подаются с авокадо. Если у вас его нет, ничего страшного. Ну, я добавлю. Мне нравится его такой маслянистый вкус. Текстура такая классная. Так, индейка почти готова. Надо добавить немного консервированных протертых томатов и соли. И обязательно фасоль. Можно, конечно, и замочить, потом отварить. Если времени не жалко, я использую консервированную. А буррито будет чрезвычайно сытным. Пора разобраться с омлетом. Для простоты просто разгребу немного в середине места. И вот сюда яйца. Но все равно вся начинка в буррито будет перемешана. Так чего вторую сковороду омлетом пачкать? Так, почти готово. Для яркости добавлю шпинат побольше. Он весь усядет сейчас, не переживайте. Соль, перец, семьян. И перемешать. И сразу выключаю нагрев, потому что от тепла сковороды и горячей начинки шпинат моментально осядет и приготовится. Можно уже собирать. Лепешки я купил готовые. Сам, конечно, не заморачивался. Готово. Существует такая теория, что буррито так называется, потому что похоже на ослиное ухо. Буро на испанском. Осел буррито, соответственно, ослик. На мой взгляд, так себе похоже-то. Ослово совсем не похоже. По другой теории, буррито произошло по названию одного ослика, на котором изобретатель этого блюда в 1910-21 году мексиканец возил продукцию, продавал. Правда, эта теория напрочь опровергается тем фактом, что за 15 лет до этого вышел словарь, в котором уже слово буррито присутствует и определяется как местное мексиканское блюдо. Это лепешка завернутая, вернее, в лепешку завернутая еда. Так, ну ладно, давайте уже пробовать. Значит, здесь вот эта начинка, здесь авокадо, здесь йогурт несладкий. Кислинг для того, чтобы сгладить цескатуру. Пробуем. Классно. Острая начинка, благодаря чили-перцу. Эта самая острота очень приятно сглаживается. Йогурт, шпинат придает такую легкую кислинку, что ли. Кинза куда без кинзы. Кинза и Мексика, по-моему, неразделимы совершенно. И авокадо. Авокадо имеет такую классную текстуру, когда он спелый. Мне, кстати, говорили, что даже если купить не спелый, положить его вместе с яблоками в пакет, по-моему, или с бананами, то он дозревает. Попробуйте, кстати говоря. Вот, классная штука. Можно без авокадо. Такую начинку можно заблаговременно готовить, хранить в холодильнике. А когда захотелось бурито, быстро поесть. Вынули, завернули эту самую лепешечку в микроволновке 30 секунд, и у вас прекрасный завтрак. Слушайте, классная штука. Рекомендую. Придумайте, что еще завернуть. А для придания мексиканских мотивов в это блюдо острота, кинза, может быть, соком лайма можно сдобрить. Тоже будет классно. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. Да, и люди, кто живет в Южной Америке, или кто живет в Мексике, или может даже в Техасе, везде бурито распространены. Напишите, какие варианты у вас наиболее частые, наиболее употребимые. Вот здесь, называется для завтрака, я особенно этого самого омлета не чувствую. Можно было смело бы, наверное, и без него приготовить. Вот фасоль к месту. Все. Не забудьте написать, какие бурито в ваших районах проживания наиболее популярны. Еще раз огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока.